Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про донорство крови, про вопросы с этим связанные, про акции, которые наши общественники вместе с представителями ЦРБ совместно проводили, проводят и в ближайшее будущее будут проводить. Если у вас имеются какие-либо вопросы, напомню, донорство крови нашей сегодняшней темы, звоните. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Людмила Сергеевна Седлова. Добрый вечер. Добрый вечер. Людмила Сергеевна, заместитель председателя комиссии общественной палаты Одинцовского района, который занимается в том числе вопросами здравоохранения. Поэтому тема вам, в общем-то, близка. А также Виктор Яковлевич Григоренко. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Яковлевич сегодня впервые в нашей студии. Он заведующий отделением переливания крови, как раз-таки Одинцовского ЦРБ. Ну, вообще говоря, вопрос переливания крови и вообще донорства крови, он не сказать, чтобы был как-то ранее неосвещаем, еще и в 90-е годы, и в Советском Союзе, и в нулевых, в общем-то. Все понимали, что человек, который решается стать донором крови, это действительно человек, который, возможно, спасает кому-то жизнь. Тем не менее, хотелось бы вот уточнить на сегодняшний день в Одинцовском районе, как вообще обстоят дела с донорством крови, есть ли на него, скажем так, спрос, грубо скажем, и какое предложение может, в общем-то, скажем, ЦРБ наше нуждающимся действительно сделать. Давайте тогда, Виктор Яковлевич, с вами как-то непосредственно с нашим главным специалистом районным по этому вопросу мы и начнем разговор. Ну, скажем так, проблема обеспечения трансфузионной терапии в лечебных учреждениях Одинцовского района, она напрямую ложится на наше отделение переливания крови. А вы, извините, перебью сразу, единственный у нас отдел, который занимается в районе? В Одинцовском районе, вот по системе Минздрава Московской области, мы единственное учреждение службы крови. На территории дислоцируется также ведомство, Министерство обороны имеет отделение заготовки переливания крови в военном госпитале. И в Голицыно, в главном госпитале ФСБ, там также существует родственное подразделение, которое обеспечивает, ну, сугубо по своему направлению. Ну да, получается, для гражданского населения фактически вы вот единственный контакт. Мы единственное подразделение. Ну, наша Одинцовская центральная районная больница, Перхушковская районная больница номер 2 и Никольская районная больница номер 3 круглосуточно получают компоненты из нашего банка крови. Часто ли приходится переливанием крови заниматься? Мне легче ответить, как часто бывают дни, когда не требуется переливание. То есть действительно нуждающихся много. Да, это практически ежедневно. И, как говорится, дневное, ночное время, оно роли не имеет. Виктор Яковлевич, честно говоря, боюсь показаться невеждой, но все-таки кто эти люди, которым действительно переливание крови нужно? Я сейчас не говорю о форс-мажорных ситуациях, когда человеку срочно нужно переливание. А вот в среднем ваш такой ежедневный, скажем, усредненный посетитель. Кто это человек? Чем он страдает? Вы имеете в виду рецепиента, средний рецепент. Ну, это разноплановые больные практически, только окулисты не пользуются нашей помощью. Ну, травматология, само собой, понятно, да. Хирургия плановая, экстренная, само собой, понятно, здесь очень часто требуется. А онкологические больные? Онкологические больные, это очень такая серьезная проблема. Количество онкологических больных, оно, к сожалению, не уменьшается. И любые успехи, направленные на лечение больных, они, как говорится, требуют больших затрат именно трансфузионных средств. То есть, фактически, пока идет курс лечения, скажем, химиотерапии и так далее, человеку... Вы фактически просто поддерживаете человека в нужном состоянии. Не всегда можно начать, не откоррегировав показатели крови. Поэтому и в ходе химиотерапии, и лучевая терапия, все это... Ну, работа тяжелая, получается, ежедневный, ежедневный труд. Да, ну как тяжелая. Не тяжелее, чем в целом в здравоохранении труд, но имеется в виду специфика наша. Компоненты крови, они имеют сроки хранения, к сожалению, не самые большие, но эритросодержащие компоненты. Ну, и ассортимент требуется поддерживать. Если в начале 20 века, когда трансфузиология формировалась как отрасль медицины, и были открыты в начале три группы, потом четвертая группа была, а резус-фактори до 1940 года не подозревали, потом открыли еще другие антигенные системы, то сейчас нам приходится поддерживать в некоторых случаях несколько десятков разновидностей, скажем так, компонентов. Я подозреваю, что, не скажу, что усложнение этой отрасли науки, а скорее ее развитие, получение новых знаний, приводит ли к тому, что, вероятно, и технология, например, содержания наших материалов также усложняется. И заготовка. Но сейчас основная проблема – это обеспечение безопасности донорской крови, ее компонентов. Когда деревья были, скажем так, не такие большие, я был моложе и начинал работу, то многие вещи были еще неведомы даже. То, что сейчас мы... Ну, понятно, трава была зеленее, групп крови было меньше, но... Нет, 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 я даже по инфекционной безопасности, по обследованию, по алгоритму обследования, по затратам, по технологическим проблемам. Вот меня практически именно это сейчас и беспокоит. Насколько вы, если прям в лоб спросить, сегодня технически обеспечены, насколько вы имеете в плане оборудования все то, что вам необходимо? Совершенство, оно безграничное, поэтому у меня всегда есть мечты, и они будут, по мере удовлетворения их, они будут возрастать. Вы очень хитроты. Но наше отделение, оно укомплектовано очень и очень неплохо. У нас достаточно большой запас свежезамороженной плазмы на карантине находится, у нас холодильное оборудование хорошее. Но есть проблемы, которые решаются по обновляему оборудованию, все это. Я считаю, что достойно укомплектовано. Людмила Сергеевна, к вам вопрос. Подразделения, подобные тому, которым управляет Виктор Яковлевич, они уже десятки лет существуют в нашей стране. Почему общественники решили как-то помочь, поддержать, и в чем именно представители медицинской нашей отрасли? Наша комиссия, скажем так, профильная, имеет прямое отношение к здравоохранению. Здравоохранение, качество жизни, трудовые отношения и многое другое. То есть комиссия масштабная. И в общественной палате, наша общественная палата Одинцовского муниципального района, вот уже работает три года. И мы, наша комиссия, очень часто выступала инициатором донорской крови. Мы проводили, участвовали, вернее, на станции. Вы имеете в виду, что помогаете акции проводить совместные. Да, да. И тем самым мы же общественники. Если мы будем, да такая комиссия, если мы будем молчать, ну как же так, и мы впереди. Понял, что вы не молчите, верно? А о чем говорите тогда? А говорим о том, что привлекаем людей сдавать кровь. Потому что прекрасно во всем мире люди понимают, что действительно капли крови спасут жизнь. На сегодняшний день в нашем Одинцовском районе какое-то развитие в этих акциях и так далее, вообще в движении донорском происходит. Если да, то это ответ на какие вообще внешние раздражители? Больше становится потребности в донорах? Или, возможно, просто общественное какое-то сознание увеличивается, улучшается, крепнет, и люди более ответственно подходят? Вот могли бы как-то прояснить этот вопрос? Я считаю, я просто считаю, как человек, независимо от принадлежности к общественной палате, что это в первую очередь неравнодушие. Понимаете? И это очень хорошо, что оно проявляется именно сейчас. Все же жизнь у нас стрессовая, скажем так. Правильно? И люди многие страдают, болеют, и кровь нужна. А мы тут как тут. Вот общественники, вот такие ответственные люди, сочувствующие, неравнодушные. У нас даже председатель общественной палаты, самый первый пошел и сдал кровь. Ответственный секретарь Светлана Налепова тоже, и Андрей Блащинский, и Максим... Цебуляк, наверное. Цебуляк. Вот, и молодежь. Просто знаю, наверное, о ком вы говорите, потому что практически все, кого вы сейчас перечислили, у нас время от времени здесь бывает. Да, да, да. Виктор Яковлевич, к вам вопрос, если действительно это так, если действительно больше людей сегодня искренне идут и сдают свою кровь, да я даже не побоюсь этого слова, отдают свою кровь другим людям. Они отдают частичку души и тела. Можно даже и так сказать. И даже интересный выбор слов вы у нас сейчас озвучиваете, потому что мы же заговорим вскоре и об акции, которая совместно с РПЦ проходит. Но, тем не менее, вопрос закончил, с вашего позволения. Почему так происходит? Вот у нас были, ну понятно, 90-е годы сложные, нулевые, тоже довольно своеобразный период. Что изменилось? Не сказать, чтобы жизнь сейчас стала какой-то радужной, и люди начали, знаете, плавать в масле и раздумывать о том, как бы кому-нибудь помочь. Вы знаете, вот развал Союза, развал экономики, упадок в душах, все это, Красный Крест ушел, который и с профсоюзами поддерживал донорство в Советском Союзе, да? Потом ВИЧ-инфекция появилась, о гепатитах заговорили, муссировались какие-то разговоры, страхи, возникла масса мифов о вредности донорства, о опасности его, да? И все это негативно сказалось. Был большущий гигантский провал в службе заготовки крови, обеспечении компонентами, вот в 90-е годы. Потом потихонечку это начало все развеиваться, публика понимает, что опасности от сдачи крови для донора никакой в этом нет. Ну, целенаправленная работа просветительская, пропагандистская, медицинская общественности, общественности на местах, все это позволило, в общем-то, поднять. Ну, и люди понимают, что не только просиживание штанов в жизни может быть, а еще и хорошие дела. На пожаре не все могут спасти, да, а отдать дозу крови и поучаствовать в спасении минимум двух человек, это доступно каждому здоровому гражданину. Так что приходят испытать себя, проверить, как говорится, свои душевные качества, физические возможности. Да и просто помочь кому-нибудь. И это, в общем-то, доминирующее. Много случаев, когда человека просто попросили поучаствовать в спасении близкого человека, а он потом подключается к регулярному донорству и становится почетными донорами. У нас в районе большое количество почетных доноров Советского Союза, России. Почетный донор это какое-то фиксированное количество, скажем так, приемов, да, у вас? Да, сдачи компонентов крови. К сожалению, если у нас существует повторное награждение, там, дважды герой, да, то дважды почетного донора не существует. В частности, лица, сдавшие безвозмездно 40 и более раз кровь, представляются к награждению наградным на почетный донор России. Лица, сдающие плазму, там 60 донаций плазмы требуется на то, чтобы получить награду. И у нас, говорите, таких людей в районе много. Много. Ну, приятный факт. И каждый год, в общем-то, регулярно, в течение уже в этом году я несколько человек документы представлял по инстанции для награждения. Уважаемые зрители, мы сегодня говорим о донорстве крови. Тем не менее, у нас, как всегда, присутствуют в гостях представители общественной палаты Одинцовского района. А это означает, что любые ваши звонки, любые заявления мы рассматриваем как вполне конкретные официальные заявления в общественной палате Одинцовского района. Так что, по любым вопросам, ЖКХ, спорт, культура, здравоохранение, звоните. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Ну что ж, давайте продолжим нашу беседу по поводу донорства крови. Меня заинтересовал вопрос непосредственно ваших запасов. Вы сказали, что на сегодняшний день они у вас, в общем-то, имеются, вы себя в нормальные. А вот из федерального центра приходится иногда заимствовать? Ну, естественно. Структура службы крови в Московской области представлена головным учреждением. Это Московская областная станция переливания крови. И практически во всех крупных муниципальных образованиях имеются подразделения, родственные отделения переливания крови. В некоторых лечебных учреждениях имеются кабинеты переливания крови. В настоящее время в Московской области 35 отделений переливания крови по типу нашего работают, обеспечивая компонентами. Запас у нас довольно большой запас свежезамороженной плазмы. А по эритросодержащим это такой динамический запас. Если я сегодня могу полюбоваться и радоваться, что у меня на полках несколько десятков доз, то это не значит, что после полуночи я не буду, может быть, с протянутой рукой куда-то звонить и просить помощи. Поступление это, понимаете, три лечебных учреждения на нашем обеспечении. И дорожно-транспортные, внутренние заболевания, когда весна-осень, это желудочно-кишечное кровотечение. Начинают рецидивы язвенной болезни, допустим, которые... Случается, когда приходится вам выручать коллег из Московской области? Естественно, естественно. По итогам прошлого года, я когда проследил динамику, получилось, что мы просили помощи, ну, в объеме, скажем, тех по отношению к той более тонны крови заготовленной, была переработана и реализована. Мы попросили порядка, там, наверное, 15 литров. Но, в свою очередь, мы дали компоненты коллегам в большем объеме. Так что наше отделение, оно справилось на 100% с задачей стоящей. И, скажу так, по выполнению госзадания мы так выше средних цифр по области. Положительная динамика. Вопрос у меня касается следующего вашего совместного сотрудничества с общественными организациями, в том числе с общественной палатой нашего района. У вас это действительно принципиальный момент. Я понимаю, что любой подобный рупор, скажем уж прямо, он лишним не бывает. Но, тем не менее, вот вы чувствуете действительно разницу между тем, что было раньше? И вот сейчас вы обратились в общественную палату, и что-то изменилось или нет? Цыплят по осени считают. По проведению, вот отработаем какое-то количество акций. Но я вижу, что, в общем-то, подвижка у нас будет положительная динамика в этом направлении. Общественная палата. Ну, естественно, кто может помочь поднять общественность, проинформировать, обратиться в трудовые коллективы? Ведь обеспечение текущей потребности – это одно, но давайте не забывать, что существуют, ну, это не мобилизационные планы, но это планы Минздрава области на ликвидацию каких-то последствий, чрезвычайных ситуаций, техногенного характера там, или, боже упаси, еще каких-то проблем. Поэтому в области поддерживается запас компонентов. Каждый день мы докладываем о наличии компонентов у нас в отделении на Московскую областную станцию, передаем сводку по запасу гемотрансфузионных средств. Вот, это позволяет перераспределять там, где возникают проблемы, звоночек идет к нам, вы можете помочь там выделить столько-то доз, допустим, мы выделяем, коллегам приезжают. Ну, и в аналогичной ситуации мы едем, получаем поддержку. Людмила Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы в рамках совместной вашей работы с, предположим, нашей Одинцовской ЦРБ, каким образом доносите вообще до людей, ну, вот, кроме, очевидно, нашей, например, программы, да, о своих акциях, о том, насколько это важно, как агитируете, где, кого? У нас в общественной палате есть комиссия по информационной деятельности, Маша Подъепольская там работает, и она все вот эти акции, она выкладывает и в социальных сетях, и на сайте общественной палаты. Ну, возможно, этого недостаточно. Я, знаете, вот только сейчас об этом подумала, что вот по поводу вот этой акции 28 марта, наверное, надо сообщить и в нашей прессе. Вы видите эту печатную прессу, газеты и так далее? Да, да. Ну что ж, я знаю, что действительно акции вы проводите не в первый раз. На одной из них, которая в конце 2016 года имела место быть, как раз присутствовала моя коллега Анна Пряхина. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям освежить в памяти, что же было, где и как. День донора уже стал традиционной акцией, в которой могут принять участие все неравнодушные и желающие помочь другому. Вот и в эти предпраздничные дни сотрудники образовательных учреждений нашего района решили пополнить банк крови. Педагоги сегодня отдают частичку души и тела для того, чтобы мы себя спокойно чувствовали. В каком плане спокойно? Ну, чтобы у нас были достаточные запасы в области для того, чтобы оказывать трансфузиологическую помощь. Особенно важно это в преддверии наступающих длительных праздников. Перед сдачей крови есть ряд основных правил, которые специалисты советуют внимательно изучить и выполнить. Тогда сама процедура пройдет легко и безболезненно. Накануне сдачи крови не переедать острую жирную пищу, орехи. Ну, понятно, что острая жирная пища, тяжелая, которая переваривается длительное время. Ужин должен быть полноценным, но легким. Новички, захотевшие принять участие в акции, признались, что волнуются, но чужой пример заразителен. Особенно, если этот самый пример касается донорских достижений. Ну, потому что они сдают. Вот уже многие идут просто на почетного донора. Поэтому я решилась догонять их. Такие акции по сдаче крови важны и необходимы. Ежедневно тысячи больных людей нуждаются в донорской крови. Она является поистине незаменимой. Очень важно, чтобы донорская кровь была в наличии. Дай бог, чтобы она не пригодилась. Но мы гордимся тем, что мы сделали все, чтобы подстраховать наш любимый Одинцовский район. Ну что же, вот такая чудесная акция в конце 16-го года, в декабре, имела место быть. Я так понимаю, не первая ваша совместная, правда? Общественная палата регулярно не первая. Первая и не последняя. И не последняя. А вот давайте насчет не последней, я как раз таки акцентирую немножечко наше внимание. Знаю, что вскоре у вас будет совместная акция, как вы сказали, 28 марта. Совместная с Русской Православной Церковью. В двух словах, может даже побольше, по расширении. Что это такое? Где будет проходить и как? Так, эта акция будет проходить на территории Гребневской Церкви в социальный центр. Отдельное здание, стоящее рядом с храмом. И там планируется развертывание временного пункта заготовки крови силами выездной бригады Московской областной станции переливания крови. А почему вообще возникла такая идея совместно с религиозной именно организацией подобные мероприятия проводить? Да просто стечение обстоятельств. У них, как Виктор Иоклиич говорил, у них свой график забора крови. Московская епархия заключила договор с Московской областной станцией переливания крови и с Министерством здравоохранения Московской области об участии в проведении массовых акций силами Русской Православной Церкви. Существует график выездов и по администрациям Одинцовского района, Московской области. Поэтому, в общем-то, администрация Московской областной станции попросила объединить запланированные на март месяц две акции в одну, чтобы максимальное количество доноров за один выезд заготовить, обработать, проверить и повысить коэффициент. Но, тем не менее, РПЦ, как правило, не занимаются подобными вещами. У них, скажем так, несколько иная сфера деятельности. Вот на ваш взгляд, почему именно решили с религиозной организацией проводить? Знаете, что же люди? То есть дело в альтруизме в данном случае? Конечно, безусловно. Они такие же люди, как и мы. И, наверное, обладают и душа, и сердце. Я думаю, что кровь и воцерковленного человека, и атеиста. Был бы он здоров, с хорошим настроением, с физическими возможностями, соблюдал все наши рекомендации. И после обследования необходимого мы его компоненты, ну, если все хорошо по анализам, по результатам, все это будем использовать. Ну, я так понимаю, здесь также имеет место быть тот момент, что РПЦ является, в общем-то, рупором понятное дело. Повторюсь, русского православия. Русское православие – это, в общем-то, альтруизм в чистом виде. Возлюби ближнего своего. И, наверное, в этом дело, да? Наверное. Чтобы многие прихожане, в общем-то, откликнулись на данный призыв. Больше, наверное, в этом больше. Чем у нас. Да, мне тоже так кажется. Ну, что же, если можно, про данную акцию чуть-чуть поподробнее. Кто вообще сможет стать донором? Любой человек с улицы или все-таки какой-то перечень требований имеется? Ну, в законе о донорстве крови сказано, что донором может быть совершеннолетний, достигший 18-летнего возраста, гражданин Российской Федерации, гражданин другого государства и даже лицо без гражданства, находящееся на законных основаниях на территории Российской Федерации. Но это так вот, верхушка. Сегодня, например, у меня был один звоночек, когда человек говорит, вот я хочу, у меня нет ни регистрации, где-то проездом, что-то. Это, естественно, таких вот, ну, я не хочу сказать гастролеров, туристов, но человек, который проездом через наш регион, естественно, я у него кровь не возьму. Наши требования по Московской области, это наличие регистрации, пусть он живет, имеет прописку в другом регионе, но должен находиться здесь на какой-то постоянной основе, на законной, иметь адрес, как говорится, и находиться не менее полугода, чтобы о его состоянии и здоровье можно было планировать, что обращался, не обращался, где-то сдавал какие-то анализы, если у человека проблемы, и он зафиксирован как носитель какой-то инфекции. Скажите, а предположим, житель Москвы может к вам приехать из Москвы? У нас есть несколько десятков человек, москвичей, которые сдают у нас, это наличие дачных участков где-то поблизости, они с удовольствием сдают у нас кровь, и очень огромное количество жителей Одинцовского района являются донорами в московских учреждениях службы крови. А что для этого нужно? Нужно ли предварительно записываться? Нужно ли предварительно какое-то обследование проходить? Или на руках приносить какую-то справку? Ну, во-первых, я сразу хочу информировать земляков, что плановая заготовка крови это вторник и четверг. Даже в новогодние праздники мы заготавливали кровь, 5-го числа отдельный день донора проводили. Человек должен иметь паспорт, удостоверяющий личность. Если из иного региона регистрация временная, на какой период действующая регистрация, ну и, естественно, должен иметь место жительства и контактный телефон, где мы его, как говорится, можем в случае необходимости попросить, разыскать на дополнительное обследование, на какие-то там моменты специфические наши. Масса тела должна быть не менее 50 килограммов. Объем циркулирующей крови зависит от массы тела. Ну, это касается в основном девушек, что не менее 50 килограммов. Не иметь острых заболеваний, обострения хронических заболеваний. Категорически не допускаются к донорству крови и ее компонентов лица, переболевшие вирусными гепатитами, сифилисом. ВИЧ-инфицированные независимо от сроков и результатов лечения, обследования. Это все, как говорится, пожизненно. Лица, перенесшие операции с резекцией органа или удалением органа. Также имеющиеся системные заболевания, онкологические, больные всех профилей. Ну, злокачественное образование, если там что-то было в прошлом, но независимо от результата лечения, мы их не берем. Ну, и целый ряд. Даже банальная экстракция зуба на 10 дней выводит из строя нашего любого донора. Даже самого кадрового. Ну, не пожизненно при этом, я надеюсь. Нет, даже на 10 суток, как минимум. Я просто представил себе на секунду количество людей, наших сограждан, которые рано или поздно в своей жизни лишались зубов, и которые теперь вычеркнуты просто миллионами из списка потенциальных доноров. Думаю, господи, какая ситуация. 10 дней от страны, получившие прививки живыми вакцинами до месяца рекомбинантными, 10 дней. Ну, целый перечень. Есть отдельные нормативные документы, согласно которым мы проводим и классифицируем временные отводы, и постоянные отводы от донорства. Все это... Наша служба очень регламентирована, в отличие от других разделов медицины. Это и заготовка, обеспечение безопасности, хранение, выдача и применение. Клиническая трансфузиология, так сказать. Есть производственная, есть клиническая. Нам на этой неделе приходили звонки относительно донорства крови. Один из них человек спрашивает, можно ли в дальнейшем как-то выяснить, что твоя кровь была уже использована. Законодательством запрещено информировать донора о рецепиенте и информировать рецепиента о доноре крови. Чтобы не возникало каких-то... А может, это и правильно? Безусловно, правильно. Ну да, тут очевидно, человека волнует вопрос, скажем так, несколько эгоистичный, что я пригодил. Я скажу так, что все компоненты крови, которые мы заготавливаем, они востребованы. Проблема только в одном. Ну, цельную кровь, понятие консервированная кровь, она не используется уже в последние несколько десятилетий. Кровь разделяется на составные части, на компоненты. Ритро содержащие используем по результатам обследования, все прекрасно, мы выдаем в реализацию. А плазма, мы ее замораживаем до минус 40 в течение 40 минут после выделения из дозы. Она у нас хорошее морозильное оборудование, на минус 40 рассчитанное. И мы в этих условиях можем хранить 3 года замороженную плазму. Но это же преимущество срока хранения, оно вылилось в то, что установлен регламент использования плазмы только после повторного обследования через 180 суток, не менее чем через 180 суток, донора. И если через этот промежуток у него ничего не выявляется, это процедура карантинизации плазмы. Она направлена на исключение передачи скрытой инфекции, когда на момент первичной издачи дозы, когда лабораторные анализы могут не ухватить, маленький срок. Не показать. Но не показать. Ложно-отрицательные результаты мы можем получить. И теоретически, чтобы это исключить, инфицирование, а плазма позволяет храниться до 3 лет, установлен срок через 180, через 300 суток, через 2, через 2,5 года бывает мы умудряемся уговорить человека разыскать того, что человек сдал кровь, поменял место жительства, закончил учебу, уехал куда-то. Много-много причин, когда мы не можем разыскать донора для повторного обследования. Так вот, эта сторона у нас самая затруднительная. И, как говорится, призыв ко всем землякам, что кто у нас давал ранее кровь в течение последних 3 лет, мы приглашаем, и не явился к нам, приглашаем прийти, отдать как минимум пробирочку для исследования. По поводу яйца к вам, еще один вопрос касательно акции, которая у вас 28 марта пройдет. Вы сказали о социальном центре при Гребневском храме, а в ЦРБ в этот день будет у нас? Да, у нас, почему накладка? Предварительно разговор шел о том, чтобы на базе нашего отделения провести, но у нас это плановый день заготовки крови, поэтому параллельно будут работать две бригады. Наша будет работать, заготавливать непосредственно для наших лечебных учреждений, и доноры пройдут в социальный центр. Ну что же, хорошего вам урожая, что называется. Спасибо, спасибо. Будем надеяться, что когда в следующий раз мы с вами... Мы приглашаем работников вашей студии. Да будем, конечно, мы денемся из-под водной лодки, все тут рядом. Надеюсь, когда в следующий раз с вами увидимся, уже будут какие-то более развернутые результаты вашей совместной работы с общественными организациями. Да, мы отчитаемся, с удовольствием отчитаемся. Да, мы с удовольствием послушаем. Я думаю, что это подвигнет еще привлечь новых доноров в наши ряды. Ну что же, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Тема действительно очень интересная. Благодарю. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о донорстве крови. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир во время наших передач, а в среди недели просто набирайте тот же самый телефон, оставляйте свои заявления, мы их обязательно передадим в общественную палату. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в саму общественную палату на их официальном сайте. Там есть весьма удобная форма обратной связи. Или написав им электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok